здравствуйте дорогие аквариумисты в сегодняшней передаче мы бы хотели рассмотреть линейку китайских помп фирмы юнистар серия пол 300 видно что в этой серии скажем так есть головки верхние части отдельно есть значит с лидером L вот на всех коробках это помпы с пластиковым стаканом ну данные помпы зарекомендовали себя с положительной стороны мы уже порядка десяти лет работаем на этом оборудовании и скажем так что оборудование работает без всяких нареканий единственное что от времени дубеет порой провод и лопается изоляция провода от старости а помпа продолжает работать значит сейчас рассмотрим линейку помп пол 1 300-1 и пол 300-1L значит в чем принципиальная разница почему 1 и 1L как видно на рисунке это отдельно верхняя часть так называемая головка помпы то есть сам механизм без стакана снизу 1L означает что на той же самой головке то есть это абсолютно идентичные головки вот это и вот это 1L это как видно на рисунке то есть со стаканом снизу с пластиковым ну что хочется отметить что данный производитель то есть характеристики которые закладывают на этикетке вот помпы соответствуют то есть если они пишут что 500 литров в час вот как отнерка то значит она 500 литров в час выдает далее уровень шума помпы ну скажем так шум здесь больше создает вот шланг который всасывает воздух то есть из-за того что помпа работает хорошо то есть тяга у нее эффективная вот воздуха затягивает много то есть если у вас шум как сказать вы его слышите и он вас раздражает для этого можно выдернуть вот эту регулирующую головку из шланга то есть когда шум пропадет вот или же значит если у кого есть подсветка то внутри подсветки когда этот шланг лежит то звука не слышит а так то есть сама по себе механизм механическая часть работает абсолютно без шума то есть если вы не используете кислородный шланг уровень шума у вас вообще не будет беспокоить следующее как заявлено производителем данная помпа значит как написано на таблице объем перекачки 500 литров в час если у вас аквариум с растениями то помпа данного объема может ставиться только на аквариум 200 250 литров то есть чтобы не больше двух объемов в час уровень перекачки помпы значит если у вас аквариум с золотыми с малавийскими цихлидами так же как допустим если у вас аквариум без растений населением являются такие стайные рыбы как даньо рейлио даньо малобарские барбусы различные вот ну крупные формы барбусов то вот такая помпа должна стоять на 100 литровом аквариуме то есть чтобы было 5 объемов в час объемы перекачки в аквариуме с растениями то есть кислородный шланг вам не нужен потому что лишний кислород будет угнетать развитие растений а в варианте значит когда вы будете ставить 1 к 5 вот то есть 5 объемов в час перекачки на 100 литровый аквариум необходимо будет ставить еще и кислородный шланг для дополнительной подачи воздуха в город итак рассмотрим значит ну отнерку мы не будем доставать по причине того что одни и те же конфликтующие здесь и здесь помпа по 300 1 это вот такая помпа состоит из следующих элементов площадка с присосками и роторная часть и вращается непосредственно сам рот который качает воду и носик для подключения шланга с воздухом значит далее мы видим сам якорь который состоит из следующих элементов значит две уплотнительные резинки выполняющие здесь роль подшипников вот которые одеты на металлическую ось на которой непосредственно вращается наша крыльчатка вот что хотелось бы отметить в ходе эксплуатации обращайте внимание при промывании чтобы не потерять вот эти резиночки и непосредственно самой электрической части так называемая головка отдельно они конечно не продаются вот то есть единственная раздельная комплектация то есть это без стакана на два промывания губки одно промывание вот внутренней полости вот значит и крыльчатки самого магнита рабочего вот от слизи далее когда собираем убеждаемся что средний вал стал свое посадочное место значит ставим нижнюю крышку и проворачиваем на 90 градусов все то есть вот головка собрана и готова к работе то есть вот здесь видно что вот отсюда идет забор воздуха видно крыльчатку значит из носика вода выбрасывается помпой и вот на данный штуцер вот одевается шланг с воздухом значит вот комплект запасных частей идет вместе с помпой значит в них сразу имеется шланг с регулятором и с защелкой на провод чтобы шланг рядом с проводом держался и не слетал в аквариум значит данный регулятор винтового типа путем ослабления и затягивания регулируется подача воздуха одевается следующим образом одевается на носик и выводится со шнуром с электрическим за пределы аквариума мы применяем в комплектации однерка и добавляем к ней свой фильтрующий элемент то есть для нас как сказать объем фильтрующего элемента важен а внешний вид его не имеет как такового значения поэтому мы используем комплектацию без литера L вот единственное что надо отметить что это наверное как контрольная метка завода что площадка новая то есть вот тут для чего-то сделан бортик если в плоскости смотреть то он мешает присоскам приклеится то есть мы берем просто пассатижами этот бортик отламываем и тем самым убираем помеху значит используем для этого вот такой фильтрующий элемент это обычная поролоновая губка вот должна быть в принципе во всех зоомагазинах чем она хороша она хороша тем что она быстро делает тонкую очистку то есть ячейка у нее более скажем так мелко пористая нежели у кедра его аквареля но есть недостаток то есть бактерии буквально за полтора месяца съедают данную губку поэтому вот учитывайте это то есть если вы долго держите ее грязные не промутые бактерии соответственно добираются до губки и вот таким образом значит вставляем вот этот носик сетчатый специально для губки создан вот таким образом крепим к заднему стеку регулируем подачу воздуха как нам надо включаем в розетку то есть оборудование полностью погружное должно находиться ниже в отоглинии ниже уровня воды то есть не допускать того чтобы уровень воды был ниже чем электрическая часть помпы иначе она перегреется и выйдет из строя далее значит комплектация 1L в этом случае то есть вместо губки нашей значит носик убирается да значит есть дополнительно вот такой уголок в комплектации который можно если вам не нужно течение одеть его и регулировать значит непосредственно направление струи воды обычно мы этим не понимаем значит комплектация 1L это дополнительно вот такой пластиковый стакан в комплекте идет значит что входит в этот стакан он состоит из двух крышек задний и передний далее мы видим что внутри значит есть такие пластиковые значит субстрат искусственный с такими вот скажем так ячейками соками в которых заводятся бактерии необходимые для фильтрации воды наружная часть это вот такая вот как вот губка моют ванны но мы их заменяем обычно акваилиумскую губку вставляем сюда вот а этой губкой протираем стекло аквариуму очень такая хорошая пожестче немножко чем льняная ткань вот значит в ходе эксплуатации данной комплектации вот данная фильтрующая часть промывается ежики значит они проточной водой промываются то есть струей как бы пробиваются прочищаются и в обратной последовательности то есть собираются ну вообще неудобно очень то есть вот эту губку состыковать если ее не состыкуешь то значит она будет вот неправильно то есть тут пробую есть такие как бы направляющие и нужно не путаю сторону все соединяем ставим нижнюю и проворачиваем закрываем то есть стакан готов к работе и вот так вот присоединяем нижней части помпы ну и так же на соске крепим ниже уровня воды в аквариуме